Это не просто книга, это написано Евангелие от руки в вузах в Оркуте, служителям Божьим, который пронес, нес Слово Божие. Вы знаете, я прочитаю тут один только стих, и мы будем просить благословения. Эта книга была написана, я как сказал, в вузах, и перед смертью, это от руки, я покажу, может быть кто-то подойдет, посмотрит, один стишок я прочитаю. Когда возвратился он в Сус, это Евангелие, оно было с ним, и он свидетельствовал и служил Господу. Этот узник, Степан, здесь даже написано, друзья дорогие, его, Остапчук Степан, ТЭЦ номер 2 в Оркута. В 54-м году он освободился. Перед смертью, когда приехал к нему мой зять, он мог бы больше рассказать, а только немножко, ему было тогда 18 лет. И он пришел и сказал, дедушка, что бы ты мне пожелал, и что бы ты мне подарил. Вы знаете, друзья дорогие, он прежде сказал, я хочу за тебя помолиться. Он встал перед ним, он возложил на него руки и благословил его. А потом достает это Евангелие, говорит, то, что хранило меня там, то, что давало силы мне здесь. И я хочу его передать тебе, чтобы ты оценил этим, братья и сестры. Многие не ценят Евангелие, не ценят и не читают его. Но, друзья дорогие, и он, знаете, какие еще слова сказал ему? Говорит, для Слова Божьего нету уст. Для Слова Божьего нету уст. Туда пошло прежде нас, говорит, Слово Божие. И знаете, где оно было записано? На сердцах тех братьев и сестер, которые были там. И это Слово их учило, оно говорило в них, оно свидетельствовало. И я прочитаю один только, два стишка прочитаю с этой Евангелии. И мы будем просить Божьего благословения. Итак, это записано в рим к римлянам. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная, братья и сестры, чтобы знать ту волю Божию и исполнить ее в жизни. Это есть Евангелие. И я всех вас приглашаю и прошу вас, полюбите ее. Всем сердца, всей душой, всею крепостью и всем разумением. Дальше говорю. Друзья, вы можете проверить себя, насколько вы любите Господа. Не больше, как вы любите Слово Божие. Не больше. Если вы Его не читаете, вы не любите Господа. Признайте и осознайте это, и исправьтесь. А мы сейчас будем молиться. Будем просить Божьего благословения, чтобы Бог прибыл и благословил этих братьев, которые прошли, друзья дорогие, эти узы, трудности. Знаете, еще с тем здравым рассудком, и они поделились с нами Словом Божиим, которое хранило их там. И они прошли там всю Россию, Дальний Восток, Воркуту. Друзья дорогие, не перечислить тех лагерей, где были братья наши узники. Друзья дорогие, мой отец, сухобезводный, там тоже был. И он возвратился. Друзья дорогие, Бог явил милость, и родился я. Но он не увидел моего старшего врага, потому что его забрали, а Господь этот звал его. Друзья дорогие, а ноги остались сам. Дедушка остался в серии. Продисел в премьере, что себя не мог говорить, но скажу, там ноги остались костями. Для того, чтобы сегодня ты, и я услышал Слово Божьего, чтобы оно нашло до твоего сознания, чтобы ты узнал в Бога, и мы, друзья дорогие, будем просить его, пусть эти слова свидетельства, они придут сегодня и для твоей, и для моей души. И пусть его имя Господне прославится в этом служении. Станем на ноги, будем просить Божьего благословения. Аллуя, где Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Аминь Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «СWilli Слово Божию истину по имени Иисуса Христа вам дана возможность по-другому быть свидетелями. И главное, главное быть светом, быть солью, это Христос доверил, ангелам это не доверено, что тебе, молодой брат и сестричка, Бог доверил, Сын Божий доверил быть свидетелем, быть солью, осаливать человечество и Америку осаливать, телевизионную страну, всю землю осаливать все страны, не иметь вражды ни одного государства, это не наша сфера, это не наша область, наша область прошать, любить, молиться за всех человеку, пусть Бог благословит. Читаю Слово Божие, коротко Слово Божие читаю, послание Святого Апостола Петра, один стих. КОНЕЦ КОНЕЦ — Все, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе. В небо срели в Австралии семьи, выходной день суббарного рабочего дня, 4 часа до обеда переписывать, и 4 часа после обеда переписывать, 8 часа до обеда переписывать в Евангелии. Ставаться переписывать без ошибок, потому что это Божье Слово, точно все, как оно есть, написано. Если отберут одно, часть Евангелии, чтобы осталось, то читать вот такое. Но переписывать тоже не только где-то за столом, где так все хорошо. На койке, на втором ярусе, переписывать лежа, где-то в книгу другую взял Евангелие, потому что дает мне надзиратель, а стукачи тоже были, доложат, поднимут, и вот все, и все, остались безоружья. Вот, и поэтому это все знакомо, это жизнь была тогда, в тех местах, а сейчас скажу открыто, и у меня цел такой жаль, и не читать Евангелие. Да, братья и сестры, признаем, что мы тоже люди смертные, и мы еще не в небе, на земле. И Боже дай нам быть до берега, победителями в небо, там будет отдых. Мы расслабились в Америке, даже многое в христианстве, то, что там было грехом, то, что мы даже безбожникам не стыдились говорить, это греш, непоторенство, всякое то, что корыстолюбие, корыстное братья, и всякие, вся битнесом назвали, все то, что корысть, все то, что нажива, легкая нажива, жизнь, в основании Божьих назвали люди, тогда они стыдились это говорить. И слава Богу, даже безбожные люди помогали христианам в этом, слава Господу. Поэтому то, что нам, когда кажется нам тяжестью, и просить нельзя, это была милость Божья, Бог так допустил. И сегодня, проезжая Россию, я благодарю Богу, что в испытаниях, но чистые евангельские учения осталось в христианстве. У христиан, правда, много людей уже начинают теряться, в том числе и мы теряем уже то живое, настоящее, то, что Божье, то, что переходит уже более красивое, современное. Это вторая глава, шестнадцатый стих. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Как свободные, братья и сестры, мы хвалимся иногда свободную телесную. Никто нас не обижает, никто нас не унижает, никто нас не преследует, а забываем, что то тоже милость Господа. Тот же самый майор Куликов, тот же самый следователь, тот же самый Лобастов, тот же самый другой, мне помогали спасать. А слава Богу, мне помогали быть свидетелем перед многими людьми. Кто бы меня туда запустил, ни какого-то неграмотного, простого, а это Божья, милость Божья была. А нас отсеивали от вицемерия, нас отсеивали, это все Бог, это все шлифовал церковь свою, для того, чтобы была Евангелия прошла, чтобы та же самая Россия и все государства услышали весь Евангелие. Божье Слово, освобождение свободу духовную, Бог это все делал, слава Ему. И мы, может быть, сегодня еще этого даже не понимали, даже скажу открыто в Америке, многие не просили еще полностью, что-то осталось еще, угорчение политическое, что-то осталось. Но Христос освободил нас от рабства греха, в том числе и от политики. Христос освободил наша политика небо, Христос вечность, это все, а на земле все это, это то, что Бог допустил, Бог установил. И Ему за все слава, слава нашему Господу. И все это, может быть, те, которые умирали в сухописводной, сегодня там, церковь в том поселке, Бог нам милость не быть там, в тех лагерях не столько осталось, уже все они разрушены, бурьян там растет на тех местах, в тех лесах, в других местах еще, конечно, не смог быть. Но это все с тесами напали, чтобы сегодня многие люди спасенные славили Господа, а жертва людей, она не была напрасна. Простые люди, незнатные люди, может быть, не всех их даже считали в церкви сильными христианами, а Бог сделал, и, как написано, Божье немощное, сильнее человеков, и немудрые, мудрее человеков. Слава Господу, преклоним наши колени, будем молиться Богу, чтобы Бог помог нам, не обрасти обрядами, не обрасти отступлением, непотребствами человеческими, но, чтобы Божье слово руководило нам, нами на земле, детьми нашими, внуками нашими, молодым поколениям нашим, дабы всем нам дойти в небо, что вечное царство, где Христос, страдалец, ожидает нас, как церковь свою, как невесту свою, не потерявшую верности, а верность, братья и сестры, скажем прямо, и узников, и служителей, и не говоря, что мы указываем на данную молодежь, а, может быть, начиная покаяние сердец наших, нужно. Нужно нам каяться, мы потеряли прежнее, как Христос говорил, имею против тебя, ты оставил первую любовь твою, хвалишься свободой во флоте, а, может быть, остался узником плененным чем-то, с уз вышел, радишься, что уже не грозят, если я там в дыра арестовать Западопович, а, может быть, узы десятками лежат, и что-то не хватает в сердце, как-то сегодня однообразная история христиан во всех союзах и братствах, говорят, что вот покаяние или раньше имел сейчас нету чего-то того, что и к Богу, а почему нету? Есть одна причина, и не громкая музыка, джастовая, лекарства, наркотиков от этого, не пение певцов, артистов, кровь креста, лечение от этого, открыть сердце, с таким сердцем в небо, может, не войдешь, не попадешь в небо туда, на земле, вот выше, не принесут имя, как бесчестное, звание выше, ведь высокое, а тут что-то тягутит, открыть сердце наше пред Господом, приклоним наши колени, будем мриться ему, вечная слава, аминь. Спасибо. Продолжение следует... 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 Аминь. Отче наш, слушай на небеса, Да святится имя Твое, Да крынет царствие Твое, Да будет воля Твоя И на земле, как и на небе. Клеп наш насущный, Подавай нам на каждый день И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в твоих искушениях, Но избави нас от лукавого, И вот Твое есть царство, И сила, и слава в веки. Аминь. Против цели воздвигнут вас, А на небо в садце блокаде Сколько раз Сатана бросал, Ее стены все силы дала, Кто сказал, повеждать легко, Тут на все нам дается даром, Сколько братьев подцом летло, И сестер молодых и старых, Кто сказал, повеждать легко, Будто все нам дается даром, Сколько братьев подцом летло, И сестер молодых и старых, От пилата до наших дней, Что в дьявол оставим хвостик, И задача разбит скорей, Все парцом затверны любовью, Кто сказал, повеждать легко, Будто все нам дается даром, Сколько братьев подцом летло, И сестер молодых и старых, Кто сказал, повеждать легко, Будто все нам дается даром, Сколько братьев подцом летло, И сестер молодых и старых, Когда двигался тучи прав, Что в искренности вверх в руки, Когда верные славчика, Защищали свободу в груди, Кто сказал, повеждать легко, Будто все нам дается даром, Сколько братьев подцом летло, И сестер молодых и старых, Кто сказал, повеждать легко, Будто все нам дается даром, Сколько братьев подцом летло, И сестер молодых и старых, И в садистике ночь нам нет, И в музее их не прилипы, Они морды, горят и смерть, Оставляли бы не прилипы, Сознания о беде и смерть, Сознания о беде и смерть, И надолго я брать, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok И есть страдания духовные, но я проповедовать не буду, я только скажу про страдания телесные. Телесные страдания – это когда человек болеет, когда в Христе без оберегания он страдает от недуги. Есть страдания, может быть, и другие, но когда гонения переносят страдания в тюрьмах, все особенно проводится по лагерях страдания. Недостаток ежи, недостаток сна, недостаток одежи, братья и сестры. А тим більше, если представить, зайти в этой стране кому-то из нас в группу людей, которые сами наркоманы или плохие люди, это можно представить себе, куда ты вошел. Это, если на зоне 1200-1800 человек, может 80% из них – это самые плохие люди, або они были хорошие, но стали плохими. Обстановка меняет так человека. Можливо, 10-20% людей таких, что можно с ними поговорить. И только из этой среды перебути – это уже ты берешь великое терпение. Братя и сестры, я вам скажу только три факта. Я два раз рассказывал, я несколько раз, а третий я не святовал. Аж пока один брат минулого року был у нас, он сейчас минин сватом, он его открыв, то я и уже третий я скажу про него. Потому что, когда дома брата Ореста, его нет сегодня на этом месте, то его судили, начали преследование. У меня сразу в доме обиск на работу батьков. Почали кликать на больше батька. И позбавили всех верующих, кто имел город, чтобы прожить в нем, забирали. Кто строился, не можно было уже вписать никаких материалов, потому что только вписали через Министинскую Раду, через Горсовет, и все припинилося, и было ужасно. Відчуття в народе відчувалося. Приходить призыв мій, хотя я скажу, что из 12 лет моего детства я несу хрест недуги. Так получилось и по сегодняшний день, но я дякую Богу, что я еще и среди вас. Но недуга была и прогрессирует еще до сегодняшнего дня. Но, по милостям Господню, я перейшел и лагеря, этапы тюрми, и маю сильную, и Бог еще наставит до сегодняшнего дня. Не знаю, если завтрашний день принесет, но я еще раз скажу, я нис хрест страждания от дитинства. И когда приходилось три призыва, потому что все призывут, и один лекарь все не подписывает, что он не может идти служить. Но все равно пришлось, на это не было таки властей, что они воспитывали. Это была трудовая, воспитательная колона загального режима, когда направили переважно первый раз осудили уже в наши годы. Когда пришелся уже мой призыв, я мусил уехать, потому что настало так, как гонение на целую церковь в городе Галичи, в Анастасовской области. И я уехал в Запорожье, в Запорожье в Чернівцях, в Чернівцях меня уже судили районным судом и сроком на три года. Хотя и в Запорожье сделали полностью негодным человеком, ни в мирном, ни в военно-время, но все равно воно пройшло, порвали на очах. Но это было так Богом определено, потому что было открыто Духом Святым, что я пойду в лагерь, по тюрмах, но святилян не повернусь. Так было сказано Духом Святым, и я знал, на что я учусь, и на что я идусь. Но я никогда не занимался симуляцией ни в каком случае. Но пришло, когда уже посадили, то пришло еще второе испытание из отрядного, когда попал уже этапами в районный, то отрядный начался. Каждый вечер вызывает, приходит вечером, его днем нет. А когда бригада приходит с работы, то он начинает свои вопросы решить, и тогда меня в кабинет и свои воспитания оставлял дополнительного ларка. Если человек сделает 100% работы, то давалось ДП, дополнительный пайок. Он лишал свидания, лишал отварки, который был раз в месяц, за твои заработанные деньги, которые ты заработал. Но он лишал, и ему все равно сказал, что сильнее Бог или желудок. Звичайно, что голоден аж таки не был, чтобы от желудка не помирали, но постоянно чувствовал недостаток. Я не раз уже говорил, что в армии, как мне там святкували, что за час короткий, когда они до присяги, карантину, постарались сделать все стройными. В лагере за пів года вставали все так же стройными, но не за три месяца, не за два месяца, а за три месяца. Почему мы отказывались на свободе? Потому что писание свидетельствует, как я писал, в заявке в воинкомате, что мы не можем брать на основе Слово Божие. И что сказал Иисус Христос, что за меч, из меча, из меча загинет. И второе, что Иисус Христос говорит, что вся обувь и одежда воина облита кровью в войне, кровью, и она идет на огонь. На тих основах мы остались, и мы не брали на себе. Я не умею брати, и многих одежды, даже воин, мы не брали. Иисус Христос, правда, брат прокуратрия Плотизии, Иван Семчук, из Рубинской области, из Березневского района, то он взял на себе одежду, но тут же все по улице, все по улице, все по улице, все по улице были, и так его тоже в Львове судили военным трибуналом. Но когда у лагеря начали другие отряды, когда не умеют ничего сделать, со своими воспитаниями, со своими похоронениями, он отдал меня хлопцям, сужденным. Наша такая была одна комната, 48 человек. Я думаю, вы можете представить себе, 48 человек в одной комнате живет. И что-то может только наслухаться, один хочет спать, другой не хочет спать, там таких нема порядков, чтобы было как-то, кто что хочет, то делать. Приходилось и кирзаком получить в час ночи, ну, как выходило. Но не в том речь, в том речь, что когда уже внедавно воспитание сужденным, пообицявши, что половину срока они выйдут на свободу, и только меня переобидят, и именно как переобидят. Чтобы я сказал, я лучше иду служить уже в армию. Там не треба многим казали, відрчайся, відкажися Бога, но вирус, ввів Бога. Хотя, вы знаете, сегодня так, как приходилось святкувать, я не знаю, у меня почему-то так было, что в лагеря в свободный только час приходили, або звали в своё таке КП між кроватями, и много интересовались про Бога, интересовались наиболее обрядами. И в тих результатах они все сказали, что так, как ты говоришь, так жить невозможно. Хотя мои уши сегодня слышат нас уроки средства, кажут, вирующие, что так жить невозможно. Так жить невозможно. Ну, я знаю, может, всё в Господи. Но когда вы отдали хлопцям, хлопцы на это кидаются, чтобы выйти на свободу, и первый такой был случай, что закрикали меня именно в час, когда там стоял на территории лагера литний клуб, то туда звали всіх. И все йшли, потому что, я не знаю, какие там кино показывали, но я думаю, что восхитательные кино для переконания в дусе коммунизма, я так же не представляю. Потому что когда один раз, я в той же час не был, а загнали под автоматом вирующих, так они все равно закрили очи, и очи их не были открыты на кино, на какие бы это не было. Но, как сегодня, очи наших детей полностью открыты на свободу тих, которые проводятся в этой стране. Браты и сестры, когда, конечно, вирующие ходили, я тоже пошел, там остався один больный, и мне закрикали в купе, и говорят, ну, начали так, конечно, расскажи нам еще там новые вопросы, которые подбирают, питаются, а им, как написано, дать ответ, нужно было в лагерности духа, в лагерности духа, в лагерности духа. Несподівано заду один человек, который меня положил, я знаю, что в армии служил, думаю, так же и в тюрмах, в лагерах, две кольки металличные, зоугольників, так сумки докупить, между ними пространство, и так по две кольки. И так мне положил, ну, оперативно, у них, мабуть, все было говорено, что заломали руки-під кольки металличных уголков, прижали ноги, голову прижали, и тогда начал один там давать указания, и иголками подривали ногти, чтобы я должен идти в армию. Я, конечно, не помню, не знаю, как оно было, мне, сдавалось, что я просто закусил зубы, и ничего не сказал абсолютно, что им происходило. Знаете, я хочу сказать так, сегодня можно очень хорошо охарактеризировать дию, как оно происходило, что человек думал, что в ней это есть. Но в тот момент, чтобы доказать все, я не знаю, я не стараюсь это доказывать. Но этот молдаван, когда был больный, он не пошел, потому что он вышел. Он вышел, не мог смотреть на это. Но когда они пустят, они любили своего, я вышел тоже на дверь сразу. Мы остались, я сейчас пошел на дверь. Он плачет, он, насколько я вижу, не расплакал, что я сам не держал все. Это был данный случай, но я знаю, что не так легко нести рани Господа Иисуса Христа на теле своем. Не так легко, но приходилось, когда мы годились, то мы годились на то, что мы должны нести. Другой случай, когда это не пошло одному, а Деряги передает другому. Другому, и он тоже часто проводил, интересовавшись, больше вопросов задавал. А потом он говорит, что если ты такой твердый верующий, что ты не хочешь, ну так называли нас всех, всех верующий, называли святым. И ты такой уже святой, то я тебя оставлю в покое. Но только беседовали. И один момент тоже так же самое, но уже в другом купе между койками. Так же самое, несмодеванно, мне помогали. И принесли трафарет. Это нарисованный, чтобы сделать на кулку храма, с Христом. И так ты, как говоришь, поп, мы тебе сделаем натуральным попом. И все положили, и все нарисовали двумя кольерами. Трафарет, и подняли мне голову, подивися, че гарбер глядает. Ну я так поднял, вроде непогано, но тут безвластный. И уже взял блок и голову, даже и двоих, блок и голову, чтобы выбить оцю на кулку храма и с Христом на грудь. Представьте свои впечатления. Ну кто мне поверит, когда я добровольно не дал себе, чтобы мне сделали такую наколку? Ну кто поверит, что мне насильно? Та никто, я думаю, не поверит. Может кто-то поверит, может кто-то не поверит. Но внутри я сильно переживал. Я просил Господи, когда ты допустишь, ну чем я оправдаюся? Но в тот момент, когда уже не взяли блоки, из меня пошли сильные поти. Когда они пошли поти, вот эта фарба, которую они уже наложили, готовую фарбу, так вона начала разлазиться, разплеваться. И говорит, что подай полотенце, надо по-новому разплеваться. Но я думаю, когда так, я не чувствую, что я поти, я этого не чувствовал. И когда я почувствовал, что он говорит, что надо по-новому, ну я так пришла, так думал, что это пришел час, чтобы рятовать себя. Ну я почувствовал так, без больших усилий, хотя руки были сломаны, то тут отбилися синяки на руках, от уголков, но когда я принял трошки силы, я очень легко вырвался. Цей кричит, что мы его пустили, говорит, что как рибу держать не можно. Ну и так они уже больше не делали, потому что ничего. Только один раз, такий момент, что я сказал, что Иван Месенчук, он уже когда выявил, то я уже признался, потому что было открыто свидетельство, что я пойду и не вернусь. Все же, человек, как я человек, я слідкувал, когда это все может произойти. Один такой момент, я сидел с Иваном Месенчуком, и так рассуждали, нагадывали собі списание, потому что в наш час Иван, где есть, не можно было мати, и ты не мог. Если написала мати, или кто-то из братьев, письмо написали, там слава Богу, и нехай тебя Бог благословит, хоронит, уже письмо цього никто не получал. И я не получал, только отряд и закликал, или кум, как называли, закликал и сказал, так, письмо есть, но ты никогда его не получишь. Скажи, пусть этих слов не пишут, а если будут писать, ты их получать не будешь. Ну, как я напишу матери, или кому-то не пишет мне имя Бога. Это уже я, я имею в своем понимании, я отказываюсь от Бога, не пишет мне. Ну, я же не мог такого написать. И старался я, ну, как оно было, но письма очень редко проходили, а теперь, что за Иваном, там не было никакого разговора, чтобы было можно мать и читать. Какие-то мы сгадывали. И так мы сидим, и там один из тех же следующих, которому отряд не поручил, и он тоже сгодился уже третий, чтобы воспитать меня. И так, именно в тот момент Иван говорил, а он шел, хорящий, мав сигарету. И так, что Иван не сподевался, ему так раз, аж у горло запхал очень глубоко грязь, что сигарету, что этот брат Иван, ледо литкашлився, чтобы выкинули из груды, из легеней, возможно, он в тот момент и третий что-то втягнул из пепла, в дыхательные составы легеней, я так думаю. Но, вследствие, случайно, когда я пришел до него, в его секцию, и говорю, Иван, поднимайся, он там, правда, писал письмо, и говорит, пойдем, по двору походим. Ну, в секции в той час не было 48 человек, но, я знаю, может, было около 30 было в той момент. И он сразу подошел до меня, нажал на руку ножика кнопку, и так выскочил, так я лезвие, я кинжал выскочил, и говорит, считай, и до трех, и твое життя скончилось. То в той момент всех тих около 30 человек, они чуть ли перескакували через кроваті, утекали, убегали, чтобы не было святком. Чтобы не было святком. Ну, то правда, Иван не рассказывал, что происходило в Минн, то я не могу рассказать, что у меня происходило, но для этих, как он сказал, рахнули до трех иначе, в трех до одного. Чтобы себе представить, что-то в думку, сложить, что-то попрощаться, что-то у Бога, а вы просите, братец и сестер, это очень мало времени. Очень мало времени. Я прямо так скажу, искренно, может, я таки славив, верю, может, у меня так не скоро пробегают думки, как и другие, которые так могут красиво сказать, но только я знаю так, Господи, когда это то, что ты сказал, то я в твоих руках. И когда он так сказал, три, сказал два, а тогда два разделил на десять. Бачач, я реакции не проводил никакой, и начал делить, что это из десяти до одного. И когда он сказал один, он прямо сильно кричал великим голосом, вернулся и ушел. А я говорю, так, Иван, хотя он не умирал, он же не пхал, Иван, и уходим, и проезжает, а ему уже икаричница, он решил прорезать, или в живот подорезать, или в спину. Для него нема ніякої, хоть там, когда вы знаете, кто был в лагере, то может знаю, про это я не буду говорить, разправы, которые они делают между собой, но и в том, что я был милой свою, и застопил, и за меня, что так было, может, угодно, я все равно раз в церкви, говорю, я не знаю, для чего Бог в мене, даже сьогодні, но я рад и тою тем, что и маю еще севью. Братки и сестры, много других случаев, я не буду рассказывать, тому, что такое слово, когда он пришел, он из-за виноградарей, что послал до Израиля своего, русских слов, чтобы взять овощ, и его, овощ Божий, овощ Христов, но они поступили и всем, так, как и с сыном. Кажется, на следствии, и убили его. И написано, очень смешное слово, что и отнимется, от них что? Царство Божие. Кажется, отнимется от вас Царство Божие. Правда, я понимаю, что они про них говорят, но братки и сестры, до нас, кажется, дастся другим, дастся другим, которые дадут его овощ его, когда? Впору, братки и сестры, от Израиля, мы знаем сегодня, основную массу, отнимется, Христа еще сегодня не хочет принять, кроме одиниц. От них принято царство, потому что царство в Христе. Братки и сестры, дано нам, но мы должны давать овощ в свой час, в пору нашему Сходеве, чтобы они были так, как был Израиль. Если среди нас, я вижу, есть старший век, бабцы, наши дядицы, есть мы и наши дети, братки и сестры, вера одна. Вера одна передана святым. Если сегодня, я сейчас спросил бабцев, они верят еще по-инокому, мы верим уже иначе, но наши дети еще по-инокому верят. Братки и сестры, столько веры нашей тоже пошло в сторону. Я поддерживаю брата Виктора, мы этим взваживаем. Чи мы верим так, как нам, батьки-узники, это не только, но иначе, если мы сейчас здесь подъезжали, большинство тех, что в родинах, кто-то страждал. Кто-то оставил гости, кто-то оставил пищу палами життя своя, кто-то перерасил последний час. Но они верили там иначе. Сегодня вера меняется. Нехай Господь помог нам, чтобы наша вера не поменялась. Потому что вера каже, пришел, что найдет веру. И если у нас найдет то веру, которую искал Христос, братья и сестры, сохранить Господь, чтобы у нас принялося Царство Божие. И Богу все стало на веке. Аминь. Аминь. Я представляю, братья и сестры, сидя здесь, картину, когда собирают отца, им мать, она плачет. Когда забирают, есть брат, нашего брата Славика, Орест, его среди нас нет. Впоследствии забирают брата Славика, арестовывают брата Зелика, который будет свидетельствовать. Эта вся семья прошла трудный путь, христианский путь. Мы сегодня попросим еще третьего брата, это Зелика, который будет свидетельствовать. Пожалуйста, брат, Господь. Слава нашему Господу. Слава Богу. Я, чтобы долго не задерживали часу, читаю, першим всего, три вверши із псальми, поділюсь свідоцтвом, так сьогодні таки зібрання, для того, чтобы рассказать нашим дитям, якими путь мы ходили, колись нам рассказали, а теперь маємо нагоду ми поделиться тим, якими путь мы ходили у нас Господь. Каже псальмоним слово так, що не нам, Господи, не нам, но имени Твому нехай славу по милості Твоїй, дай славу по милості Твоїй, по правді Твоїй. Чому мають казати народи, де ж їх Бог, але Бог наш на небесах, все, що йому любо, Він творить. Слава йому! Моє ім'я, як ви раз сказали, Зенит Напора, сам родивши на Україні, в Шарківській області, тут проживаю в місті Рочестер, штата Нью-Йорк. Мені в життю пригодилося два рази мати розлуку. Перший раз, коли я ще був холостяком, був одинокий, другий раз, коли мені треба залишити жину і троє маленьких дітей. І цей другий раз, коли сталося чудом в тій обстановці, в якій ми тоді жили. Коли мої брати, перший і другий брат, старший брат, котрого вже забирали, мені було 11 років. Після того в нас почалося велике гонення. І ви знаєте, в моєму тому молодому дитинічому серці теж щось вже, знаєте, там робилося. Вже насторожувалося, знаєте, якась там робилася віра, надія, хотілося, знаєте, ходити тими кутями, які ходили колись наші старші. Я пам'ятаю, дорогі брати і сестри, бо багато сьогодні можна почути, вони хочуть послухати, поголитися з собою, чи що інше. Але я пам'ятаю, колись в дитинстві наші старші брати і сестри, не було телевізора, не було комп'ютера, тож сьогодні можуть черпати наші діти і внуки звідти ті вже свідоцтва, які там є. Але я пам'ятаю, коли старші брати і сестри, вони ділилися, я сказав про своє пережиття, про свою біру, про свою, знаєте, надію і ту охорону ті путі, яким вводив їх Господь. Це діти все воно залишилося у нашому серці. І тому, любі брати і сестри, коли вже почалося, були ще другі брати в нашому, там гору, де ми жили, теж вони страждали. І коли прийшло вже мені, забрали одного брата, так, другого брата. Дойшов вже мій час, 16 років, від 16 я бійшов в дитинстві, в школі, як вчора ділилися брати, починалося дитинство, жовтенята, піонери, комсомол, так далі вже робота, 16 років на учот, воєнкоман, 18 років починається більше. І мене 18 років вже починали брати, і так, знаєте, мій призив проходив два роки. Придеться, от дали мені пов'язку, все, беруть армію, вони знали, що я відказуюся, але все одно вони брали. І коли мені дали пов'язку, я мусив залишити роботу, розбуватися з роботи, все, бути готовим на призив, прийти в комісію і так далі. І коли я переходив на ту комісію, вони мене признавали водним, і вже давали пов'язку йти в армію. Я відказувався. Коли я відказувався, мене, знаєте, навіть за тих два роки, так, чотири рази у мене було, і я мусив розтруватися з роботи, потім прийшов час, навіть перейшов призив, мене там залишили, і кажу, йди назад, оформляюся на роботу. Ну, і зайдемо так просто було, я пороблю 3-4-5 місяців знову роздарховуюся. Так воно проходило два роки. Але один раз, коли знову мені треба оформлятися на роботу, я звернувся до брату, який був посуд Божий, і ми коли помилилися, і брат каже, що ти маєш працювати в тій-вотій організації, у нас на Франківську був такий мебельний комбінант. І коли я пішов на той мебельний комбінант, оформлятися на роботу, мені дали обходний лист, коли я пішов з тим обходним листом, знаєте, там один підписав другий, прийшлося там до комсорства, до фарторга, ти мусиш бути комсомолицем, кажу, я не можу, баптіст, баптіст, я тебе не підпишу. Ну, то все, пішов я до друга, другий каже, я тобі комсомолицем підписав, як він підпишу. З тим листом я вертаюся обхідним на зал відділ кадрів, віддаю ті, що там працювала в жінчині, і кажу, я не можу у вас працювати, але Бог мені свідчив, що я там маю працювати, тому що мені не підписують обходного листа. А вона каже, підожди ще ні, вона не уходить. Вона бере того листа, заходить в кабінет до начальника, там, знаєте, скільки воно там було, може хвилину-дві, виходить назад, сміється, радісно, я кажу, за мій час, в моїй праці, я вже більше, як 20 років тут працюю, ще такого не було. Каже начальник, що якщо вони не хочуть підписати, я сам підпишу. Підписав за всіх, каже, йди завтра на роботу. Я приходжу до людей на роботу, вони дивіться, ну як так, ти на роботі, ми тобі не підписали, я кажу, що хтось друг підписав. Так Бог вів мене, таке коротеньке свідоцтво, але я хочу передальше про друге говорити. І коли, ви знаєте, знову мене слідничий прижив, і вони старалися переобідити. Знали, що два брата сиділо, і я вже третій. І раз мені, багато разів зумові вели бесідь, і один раз закликали мене, знаєте, в воєнкомат, і прийшов начальник КГБ. Здоровий дядь, в нас сказали, бо ми здорові. І мене закликали в кабінет, і тільки він один, і так, знаєте, двері біля дверей шкафчик, і в шкафчику, такий маленький куточок. А я мав з собою таку мішочок, що мені мати там зготувала, що мені потрібно там, знаєте, на перші пори, бо треба було, ось, і переодіти ці низні більо, і якась струбна щітка, порошок, і так далі там носки. І я собі ту турбиночку маю в руках, а він вікарював, я поставив її там, у ту гулак. Ну, я її поставив, я собі сів так на крісло, він наперед мене, за столом, говорить. І так, дві години він бив ту бесіду, говорив мене, уговорював. І потім, а я що, так подивився на нього трошки, подумав, згину голову, та й молюся до Господа, мені госпресили, ти все побідите, рятуй мене, поможи мені. І він потім так на мене дивиться, і каже мені, а що ти робиш? Я кажу, та нічого, я кажу, сижу і слухаю вас. А він мені каже до мене, ти мене не слухаєш, ти, каже, молишся, а ну, уйді отсюда. І він мене починає вганяти з того кабіння. І він так підійшов, став, щоб захоронити той мішочок, а я знав, що коли той мішочок, вони мені заберуть, вони мене зразу арештують. Я так старався, щоб ту робиночку, яку мені мама дала, її не оставити ніколи. Я тут думаю, як я маю зробити? Це були секунди часу. Він так стоїть, я тоді, з однієї сторони, він, знаєте, по дві ночі, а я другою рукою раз, і той мішочок в мене в руках. А він до мене відвечує, я кажу, ну я не віддам. А що ти там маєш? Я кажу, все, що мені потрібно. Ти там маєш біблію, я кажу, маю, але ви від мене її ніколи не заберете. А він, каже, заброй, я кажу, ні, вона тут, каже, в серці, ви від мене її не заберете. Він, він, виграв з кабінету, через там, чую, що він там дзвонить, то ми нагнал додому, і так, втім, ваш слідуючий раз, мене посадили. Але, взагалі, хочу поділитися другим свідоцтвом, яке, ну ніби, коли мене вже посадили, там відвезли на тюрму, а потім, ніби, з тюрми вже на зону я попав, я відбував у Хершландській області, там переді мною були багато других, старші братів, вже де багато з них і нема живих, але ще є брати старші, ті вони теж там були на ті самі зоні. Але, що хочу ще сказати, вчора, братитки, нагадую, коли я пав на зону, перший вечір, коли були вже в етапці, попав я зразу вірючий чоловік, нічого не зробив, тільки привезли на зону, але, знаєте, я казав брат святой, Богомол, треба помститись. І мене ділив наручники, там коліном зажали, теж і палкою били, так ще і били, і по грудях, і в животі кулаками, скільки їм було, я знаю, поки не втомилися, напевно, що після того, я дві неділі не міг їсти, тому що в мене ціла сербина боліла. Наручники мені прорізали, були руки, що полоси, ще й до цього часу, коли я добре придивився, я їх бачу, бо ціла кожа була перерізана. Але, коли я вже попав на другий, чи на третій день, до отрядного, і отрядник каже, що вперві в моєму отряді є Богомол, я ще ніколи не мав Богомола в своєму отряді, і ти знієш з десь, і тих, і твої родітелі нам стріляють. Ну, я знаєте, на що-то вже був сміливий, мені вже було все одно, я був готовий на все, я на смерть, на все. І я кажу, якщо буде довго Богом допущено, то тоді можете її розстріляти. Але, як воно в життю міняється? До року він був до мене строгий, після року, знаєте, були такі обставки, що я є трудолюбивий чоловік, я любив працювати. І в отряді там були, знаєте, такі откоси, вони пообсипалися, пообмерзали, а я за госпі сказав, там будували другий барак, принеси мені матеріалу, я пороблю ремонт. І він мені приніс матеріалу, я поробив там плиточкою, виложив кусочками, таку мозаику, зробив все, і, знаєте, такою чорною краскою, помалювалися скло, я зробив відкоси, що я отрядний, як похоронив отряді, і все в зеркало дивився, і причісувався до тих откосів. Після того треба була там, пічка була, не горіла добре, я переставив одну пічку, хоч я не був піччі нікого, але вже понятнів до умов. Так переставив другу, поставив одну отрядну пічку, що отрядний казав, що той же в своїй житті, ще зкої пічки не мав, щоб і так вона гарно горіла і гріла. Але далі, знаєте, після того, вже як пройшла половина сроку, отрядний для мене став, як рідним батьком. Мені добавочна посилка, хоч мені скоріше не давали того, добавочна бандероль, добавочне свідання, але все одно мене не відпускали, бо були такі замполіт, був, що він був дуже жорстокий, і вірювачих людей він просто ненавидів, і я три роки там мусил відбути сроку. І коли вже я виходив останній день, підписував обхідну листату, він мені сказав, також сину, тут тобі не місце. Він ми відправив, вшли західною начальній отряду, який в першій порі був для мене дуже жорстокий. Так, знаєте, заступався той Господь, на котрого я надіювся, і в котрого я вірював. І за що слава йому. І тоді вже другий раз, коли я вже вийшов, вже мав сім'ю, жена, троєх дітей, і мене знову беруть на передпігодовку, той час було на Чорнобилю той взрив, про то всі, я думаю, знають. Я був сам екскаватищиком, і мені казали, що мене беруть туди, знімати той верхній грунт із Чорнобиля. Взагалі, по закону, по правилах я не був солдат, я ніколи оружію в руках не держав, і мене на підготовку, вони перейти в доку, не мали права брати. Вони тоді мені, знаєте, пишили там статтю, другу частину, що воно було ніяк не по закону, ніяк по правилах, але все одно таким, знаєте, обманом вони хотіли мене, знаєте, так наді мною помститися. Але, ще хочу нагадати те, що коли я мав женитися, я був на молитві, і з моєю будучею жіною, там було таке відкриття, що у нас в життю буде розлука. І слежий брат, через яку було відкриття, він каже, каже, може ви почекаєте ще, може ще затримаєтесь, пізніше поженитись, чи як. Але, знаєте, я так, то було залежало вже від моєї будучої жіни, і я їй дав слово, як ти сказав, ну, так нічого, кажеш, якщо вона і так було в життю, то я ще не буду сама, я маю сестру, мою батько, і мою матір. І так ми поженилися, і ви знаєте, та розлука вона сталася в нашому життю аж через 5 років. Оцей час, коли вже в нас було троє дітей, і мене беруть на підготовку, я відказуюся, і тоді мене раз, не позаконували в закону, на 2 роки строго режиму, мене забрали зразу на тюрму, і знаєте, ще б усім було інакше, а так, думаю, жена не працює, будували дом, бо не було в цьому жити, троє маленьких дітей, і я знаходився в такій обстановці. Я попросився до начальства, начальника режиму, каже, дай мені якусь роботу, хоч мені не можна попрацювати, але той начальник режиму, він вважав виручих людей. Знаєте, Бог мав все-таки такі посудни, за яких він заступався за своїх людей. І знаєте, коли начальник подивився, що є мені ніякі приступність, і там у мене я працював, там плитку ложив, там по будівельській, по строїтельській. І знаєте, але прийшов час, що у мої брати, коли ще перейти мені, я виразки назад, коли я мав вже йти в ту тюрму, мене мали забирати, знову були на молитві, а Бог свідчить, що являються дві руки, одна чорна, яка пише неправда, а друга біла, пише правда. І так вони дві розносилися веки. І так, знаєте, одна другу перевершувала, переганяла, але все-таки дійшло до міри, і біла рука, вона вознесла з пищі, на котрій була написана правда, і каже там злоднє слово, а правда вона визволить. Знаєте, коли я попав, вона в тюрму, знаєте, всі стали засумовані, бо лишилася жена з діточками, родина, все, але божитий свідчив, коли пішли знову на молитву, цей брат Слав, який переді мною говорив, який він саме більше, підставляв своє тіло, свої, сказати, груди, для того, щоб визволити мене по тій правді, шукати тої правди. Ви знаєте, за місяць, в той час, при радянській владі, за радянського союзу, то було неможливо, щоб вірючого чоловіка випустили з тюрми. І мене за місяць, мене випустили з тюрми. Зробили пересуд, там був пересуд, братів, вони були на пересуді, знаєте, там тільки саційні скарги розглядають, тому залишити, тому залишити, а за мене, коли вийшло до мене, я там не був, але кажуть, а того освободитися під страж. І коли брати звернулися, вони кажуть, ми ще маємо три дні, а брати кажуть, о ні, як ви, сказали, що взяти під стражу і здраво забрали, а його освободити, ви давайте освобождаєте нам нашого брата. Вони тоді так, знаєте, з коронкнію коштою, оформлені на папери, відповіли вже вечором, пізно, вже після години, вже було темно на дворі, бо то було вже осінь, і мене випустили із тої зони по тій то правді, про яку Господь свідчив. На той час, любі брати і сестри, то було чудо Боже, за що слава нашому Богу. Коли я був у Італії, ми вже були, виїжджали, і теж один брат приходить і каже, я чув таку ситуацію, таке, що було, і розказував це свідоцтво, а я його слухаю. І я кажу, знаєте, що брат, якщо ви хочете знати, то той він сидить перед вами, розумієте, за що я дякував, і дякую моєму Господеві, що Господь далував сили. І ввів нас тими то стежками, знаєте, якими ходили колись, тяжче ми ходили колись, наші брати і сестри, наші батьки, це є ще багато більше свідоцтв, можна розказати, але час обмежений, а за все нехай буде, слава нашому Господу, каміння. Слава Богу, я маю нагоду поправити свою помилку, чого я не сказав, як мене звати, звідки я? Мене звати Павло, ясь Павло, і народився я у батьках на Білорусі, на Виріско-Осії, а потім жив на Україні, зараз живу в Канаді. Якщо ви були уважні, то кожен брат, хто говорив, він говорив з любов'ю за той час, той забуває за зло, те, що робили нам колись, мені в тому числі, може, найменше б прийшло перенести, але я дякую Богу, щоб Бог так вів нас і смиряв наше серця. І ми забуваємо те, що було, але тільки ми ділимося тим, що було, для того, щоб молодші наші, або наші діти, знали, одне христианин не може забути, про що я заспіваю, це Голгоф. В моїй пам'яті чоловічської починь многое забувається. В моїй пам'яті чоловічської очень многое забувається. В моїй пам'яті нету вечно Богу, Но пройдут и года, все стирается. Но никогда я не забуду. Голыгольский крест, кору Голыгову, На ней Спаситель умирал. И кровь его из рамы текла. Его пролезенные были руки, А он, приемляя эти руки, Терпел без ропота, но себя не пощадив. Нас жизнью вечно надеет. Забываю я о своем земном, И прекрасное забывается. Забываю скорбь, забываю зло, Даже доброе помню не всегда, Но никогда я не забуду. Голыгольский крест, кору Голыгову, На ней Спаситель умирал. И кровь его из рамы текла. Его пролезенные были руки, А он, приемляя эти руки, Терпел без ропота, но себя не пощадив. Нас жизнью вечно надеет. Братья, сестры, все, Я прошу о том, Чтобы помнили О Кресте Своем. Как бы ни было тяжелого здесь, На Кресте Христос Острадался все. Моли, когда Не забывайте, Голыгольский крест, Кору Голыгову, На ней Спаситель умирал. И кровь его из рамы текла. И его пролезенные были руки, А он, приемляя эти руки, Терпел без ропота, но себя не пощадив. Нас жизнью вечно надеет. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Дорогие братья Иисусу! Я слышу Повествование братьев, И почему-то я напомнил Одни дни служебные. Мне в 1992 году Пришлось быть трусковцем. И когда по приглашению Боевщика брата Василя Был Давид Этот Векерсон И когда мне пришлось На вестюбе Стоять там Возле него Возле Давида Перед тем, как он Должен был говорить Слово Божие Он так стоял А слезы капали И знаете, чего он плакал? Он плакал вот почему Когда ему дали слово Он говорит о том, что Когда я проехал Город Трусковец И увидел Фотографии мои И я увидел И я увидел, что Мой автор Мой образ Затемнил Иисуса Христа И поэтому я плачу Это кому открыто Царство Божие Дорогие братья и сестры Он плакал Про те Что Иисус Христос Иисус Христос В тени был А Его фотографии Кром Развишали против Во всем Трусковце Поэтому я В данный час Очень-очень Постерегаюсь Чтобы вы Не помыслили О мне Не помыслили О устранниках Которые были Узок Более Нежели Христа Везде Повсюду И везде Мы как тень Мы как Образ были А вот У нас Христос был И вот поэтому Друзья мои Братья и сестры В Слове Божьем Написано Второзаконие Восьмая глава Такие слова И помни весь путь Который вел тебя Господь Бог твой Почему мы должны Помнить Во-первых Мы должны помнить Про то Что Господь Нас везде вел И везде Рука Его была Тогда Когда нас Избивали Когда нас Издевались Когда мы Терпели голод Когда Побои И все это Наш Господь В нас был Поэтому Друзья мои Дорогие Это одно положение Еще для чего Мы должны помнить А вот для чего В этой же Восьмой главе Упоминается Народу Израильскому Ихни все Ошибки И когда мы Читаем Слово Божье Петра Петра Первой главу Там написано О вере Должен какие Качества быть И в ком Это есть И умножается Тот не останется Без успеха В познании Господа Нашего Иисуса Христа А в ком Нет Тот слеп Забыл Закрыл глаза И забыл Об очищении Прежних Грехов Мы все Сидящие Здесь Должны Помнить Наше Те Что мы Были Когда-то В мире Когда-то Мы не знали Бога И мы Прилагали Свои грехи На Голговском Страдании Которое Сегодня Братом Было Пропет Мое Имя Петро Побатьков Иванович Фамилия Моя Нахайчук Год Рождения Мое 1923 Года Пришлось Мне быть Два Раза Вуза Первый Раз В 44 Году Это Было Мое Такое Переживание С Господом Это Были Страшные Побои Покровавлены Все Моя Побал Одежда Выводили На расстрел В фронт Проходил Ну Так Покровавлены Важно Эта Комиссия Признала Меня Но Я До Сегодня Вижу Ваши Лица Я Вижу Ваши Прекрасные Лица Которые Не Не Только Мы В жизни Нашей Страдали Но Я Молодежь Вижу Те Которые Так же Готовы Будут Ити На Любые Пытки Но Только Для Того Чтобы Прославить Нашего Господа Дорогие Братья И Сестры Это Первое Мое Было Крещение Я Сам Когда Началась Война Меня Сразу Забрали На фронт Офицерскую Школу Какая Там Может Быть Офицерская Школа Потому Что Я Учился Очень Хорошо Был Мирской Человек Вот И Когда Наш Взвод Оставили Для прикрытия Для того Чтобы Армия Отошла К Берева Это Крыму Было И Наш Взвод 50 Человек Оставили Блять Задержать Немцев Для То Чтобы Хотя Б На Одни Сутки Комбат Простил Ребятка Я прошу Чтобы Хотя Мы Успели На Барохода И Отправиться А Нас Уже Оставили Как Смерть Но Я В то Время Не Знал Бога Но Господь Я Уже Теперь Вижу Как Господь Хранил Меня Хотя Я Был Бомком Взвода Но Я И Одно Раза Не Стрельну Бог Сохранил Меня Но Это Было Конечно Прикрыто И Там Ущелье Было Между Горами Асфальтная Дорога Шла Мы В Горах И Немцев Приостановили На Трое Суток Осталось Примерно Около Двадцати Человек Все Были Побиты Я В том Числе Полностью Остался Не Раненый Но Меня Вели На Расстрел Так Как Знаете Не Было Погонов А Были Здесь Вот Значки Это Командир И Меня Вел На Расстрел Но Я Просто Знаете Какое Такое Было Чувство Не Было Страха Но Что Такое В голове Шумит Все Это Уже Меня На Расстрел Ну Как Раз Так Пришел Генерал Подъехал Он Бросил Меня Стой Здесь Ну Меня Выхватили Ребята Моги На Полуторке Я Значит Остался Цел Ну Я Корот Корот Восемь Месяцев Был Я У Лаги И Когда Пришло Время Евреев Делали Пытки Их Значит Отобрали И И Когда Я Увидел Что Их Такое Жестокое Страдание Они Переживают Я Отошел На Поляну И Сильно Заплакал И Меня Жалко Было Сно И Я Услышал Голос Божий Который Был Сказан Кровно Нас И На Детях Наш Но Я Не Понимал Этого Значения Что Это Такое Но Когда Мне Пришлось Уже Везли В Германию Я Соскучил Не Соскучил Сбросили Меня Улю Начали С поезда На полном ходу Потому что На малом ходу Расстреливали Через пять Вагонов Стояли Пулеметы И Расстреливали Только На быстром ходу И Притом Ночью И Меня Вниз Головой Пустили То Я На Сегодняшний День Вам Свидетельствую Что Мне Кто Взял Ру И Поставил На землю Я Не Ощущил Прикосновения Земли Я Это Все Принимал Как Обычно Случайно Друзья Мои Братья Сестр Ну Когда Пришло Время Я Встретился С Верующими И Когда Я В первом Богослужении Услышал Слова Которые Были Прочитаны Это Принемцы Я Кажем Кромно Нас И На Детях Наших Я Служителя Говорю Слушай А Где Что Такое Кромно Нас И На Детях Наших А Второй Говорит О том Что Где Он Падал Или Как Что Ангелы Его Понесли Вот Это Не Прикнулся На Землю 90 Псалом Это Такое Псалом 90 А Он Говорит А Почему Ты Так Интересуешься Я Ему Свою И Рассказал Которую Я Сегодня Вам Не Рассказываю То Кратенько Как Мое Положение Когда Я Стал Христианином И Когда Мне Пришлось Вже Второй Раз Быть На Вузах Мне Как Наш Наша Как бы Сказать Черкасская Область Очень Много Наш Церковь И Наш Объект Наших 46 Человек Нас Арестовали Первый Раз Арестовали 26 Человек Стал Вторым Один Брат На Служение Вместо Служитель Второй Раз Пять Арестовали И Тут Уже Старенькие Такие Сидые Как Вот Брат Сидит Они Почему-то В сторонку Стали А А я Надо Надо Трудиться Я Я Говорю Жена Кто Ты Знаешь Про то Что Если Я Стану То Меня Так же Арестуют Как Этих Братьев Е Говорит Я Готово Так Говорю Давай Мы Помолимся Для То Что Я Первый Хочу Восстать Славу Богу Что У Меня Такая Жена Которая Готова Ити На Страдания И У нас Четверо Детей Старшему Семь Лет Двойнято Четыре Года А Самому Меньшей Девочке Это Было Полгодика И Когда Пришли Арестовывать Было Богослужение В моем Доме Остались Верные Дети Божьи Сестры И Один Брат А Все Пошли На Регистрацию Баптистом А то Вообще Никуда Лис А Нас Осталось Ну Человек Тридцать До Сорока Может А так Но Насколько Было Мне Легко Трудиться Что Не Знаю Найдешь Легко Сейчас Таких Братев Которые Могли Похвалиться Как Я Сегодня Хвалюсь Насколько Было Сплоченность У нас Молодые Насколько Было Все И Братя Нас Было Трое Все Осталось Брат Андрей Яковлевич Который Со мной Также Был В заключении Когда Первый Раз Вот И Старичок Брат Афанасий А то Все Островы И Мы Так Брат Петро Ты Не Спрашуй Можно Ли В Моем Доме Богослужение Ты Моешь Имеешь Право Полностью Заявлять Когда Потому Не Всегда В Моем Доме Потому Что Меня Завчали Ночью Друзья Соседи Некоторых Коммунист Коммунист Ночью Стучать В Окно И Говорит Петро Будь Осторожнее Сегодня Все Будет Облава То Я Быстренько В Другой Дом Так Наше Служение Прошло Пришли Арестовывать Меня У Нас Дом Было Бо Служение Прибегла И Сестра Одна Говорит Петя Сейчас Приедет Тебя Уже Арестовали Келю Арестовали Там Сестру Вот Сейчас Приедет Тебе Ну Мы Быстренько Разошлись Все Там Осталась Я Жена И Дети Дети Спали Но Они Стали Повставали И Ожидаем Мы Ночью Ночное Время Дожни Как машина Проедет А нам Кажется Что уже Стало А у нас Знаете Тревожно Ну Одним словом Побегали И Сразу Закачаны Руки Вот И И Когда Пришло Расставание Прощание Я Детей Поприветствовал Они Вчепились А меня Зак И Стало Очень Кричать Дяденьки Не Отбирайте В нас Папу Ну Это Были Жестокие Люди Которые Оторвали Выбросили Выбирали И Заграли Когда Мне пришлось Быть в вузах И Когда Мне Пришлось Терпеть Разные Страдания Арес Произошел И Суд Присудил Меня По Стате 58 Это 10 Через 11 8 10 58 10 Это Пропаганда 11 Это Группой Контр Революционер К Высшей Мере Наказание К Расстрелу Ну А я Сегодня Вас Смешу С Заменой Немножко Выдержку Дают Знаете Как Это А вы Знаете Мне Абсолютно Даже Как будто Я Никакого Нет Такого Волнения Лишь Оно Такое С Нас Пароход Погрузили Красноярске Такая Старый Не знаю Что Такое Да Вот Так Друзья Но Главное То Что Вот Что Мне Мне Пришлось В Четырнадцать Суток Пароход Нас Везли На Голом Доске Пароход Небагонки Перин Нет Абсолютно Да Четырнадцать Суток Нас Везли Почему Так Долго Потому Что Получилась Там Какая-то Авария С пароходом Где-то Зацепил Скалу В общем Такое Но И когда Пароходе Мы вдвоих Были Это Христиане А остальные Все Мирские Но Когда Пришлось Меня Слы Это Видеть Или соны Я сейчас Не могу Вам сказать Или Видение Что В этом Контигенте Этого Корабля Имеется Человек Который Очень Страдает И Мне Было Сказано Сын Мой Через Тебя Должна Произойти Операция Я Говорю Алёше Гущин Фамилия Тоже Гущин Алёше Он Молодой Еще Неженатый Молодой Десять Лет Наверное Кажешь Алёше Ты знаешь У меня Какой-то Лисон Или Видение И Рассказываешь Что Здесь Говорю Есть Человек Который Страдает Около Нас В военной Форме В офицерской Форме И Христианином Иваны Арестовали Дали Двенадцать Мне Сотей И Теперь Я не знаю За что Я сижу А я Говорю Брат Адольф Ты Слышал Что Через Меня Должна Произойти Операция Тебе Слышал Но Ты знаешь Какая Операция Догадываюсь Так Вот Ныне Ты Сегодня Являешься Дитем Божьим Аллилуйя Слава Тебе Осподи И Благодарность Поприветствовали Третий Брат Слава Наш Бог Слава Дальше Я Спрашиваю Ну а Какое Ты Течение Димина Он Говорит Брат Бартист А Я Говорю Пятидесят Он Немножко Говорю Не Синя Ты Дитё Божье Ты Дитё Божье Слава Дальше Мы когда Беседуем Жена С веселее Всё Он Хороший Хор Волос В нём Прекрасный Вот Заключённые Слушают Всё Когда Пришло Время Опять Мне Сон Снится Что Я Вышел С Этого Корабля На Берег И Смотрю С Правой Стороны Семнадцать Деревьев Прекрасные Деревья Яблочки Всё Красота Листья Зелёные А С Левой Стороны Пять И Маленькие Такие Повреждённые Немножко Я Немножко Так Курсы Делаю И Вот Встал И Говорю Такой Меня Опять Такой Ж Как Первый Как Сейчас Ну Когда Мы Вышли Из Парохода То Конечно Я Не Увидел Этих Яблочек И Не Видел Этих А Нас Выстроили И Сказали Целуйте Землю На Которую Ваши Костки Будут Зарыты Враги Народа Это Наше Такое Поздравление Было Ну На Сегодняшний День Я Сегодня Стою Прид Вами И Когда Мы Приехали Поездом Нарийск Там Нас Упустили У Лагеря И Там Кричати Херсонская Волинская Там Каждый Хочет Знать Своих Земляков Своли Интересно Жу Знать Как Она Там Все И Волинская Каждый Пятидесятник А Сколько У Вас Тут Членов 17 Слышите А Еще Есть Как Есть Баптисты А Сколько Их Пять Человек А Я Адольфа Так Говорю А У него Слезы Выступили А Адольф Тебе Нужно Говорить О Духе Святом Не Надо Я Вижу Что С вами Господь Аллилуйя Слышите Это Не Мы Это В Нас Это Сегодня Братья Говорили О Том Что Божья Милость И Божья Любовь Совершала Над Нам Мы Ничто Поэтому Друзья Мои Когда Пришлось Уже Я Лишаю Это Все Конечно Тяжело Мне Было Сразу Нас Послали Котловане Один Куб Если Куб Земли Вырыть То Метр Ширины Метра Длины Метра Куб Это Мерз Земли Тогда Паек Ты Получаешь Если Ты Не Выработал То Тебя Пайка Нет Но Это Мне Было Очень Тяжело Я Веселенный 14 Суток Я В Пароходе Был Являйте Что С Меня Там Может Какой Меня Труд Был Я Не Смог Ничего Брать Я Очень Были Взволнованы Моей Моей Положением Они Они Думали Что Не Выжил Я И Поэтому Они Делали Подкрепление Мне Я Конечно Не Хочу Уже Много Задерживать Это Было Любовь Любовь Бесконечно Страдает Бесконечно Потому Уже Трудиться На Небе Божьей Я Сокращаю Немного И Однажды Так Как Межа Служителя Приходит Ко Мне Один Брат Который Сам Грамотный Механик И Образованный Уверовал Принял Водное Крещение Господь Духом Крестил И Говорит Брат Петро Я Хочу Прийти Наедине С тобой Побеседовать Я Говорю Пожалуйста Вот Он Пришел Ко Мне И Говорит Такое Положение Что Написано У Слови Божьей Любить Врагу И Я Говорит Прощать Прощай Благоденствие Пожалуйста Могу Переделиться Эти Все И Все Могу Это Все Но Вот Любить Я Не могу Это Для Меня Тяжело И Вы Знаете Так Каждому Служителю Такие Вопросы Иногда Бывают Очень Тяжело Вы Знаете У Меня Память Сразу Проникла Как Мне В Жить Было В Этой Жизни В Заключение Когда Я Работал На Пескотайловке У Меня Появились Раны По Всему Телу Это Прыщики Такие Как Бывает Вот Здесь Вот Иногда Бывает Знаете Боящие А Это Мое Все Тело Покрылось Прыщиками И Так Мне Было Тяжело Не Сесть Не Лежать Не Стоять Я Его Принимал Как Звечайное Уважение В Страдание К Славу Принимать Псалом Я Затем Затем И Это Все Меня Утешало То Что Я Являюсь Свидетелем Божьим А То Что У 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 И Ты Скрываешь От Меня Как Я Буду Писать Ее Четверо Дед И Я Пишу Дорогая Если Я Больной Гриппом И Напишу Тебе Письмо И Это Письмо Месяц Дойдет Я Уже Давно Выздоров А Ты Будешь Переживаться Меня Не Откажешь Ты Больной Но Кроме Этого Друзья Мне У Бригаде И В Лагерях Имеются Такие Люди Они Называются Вор В Законе Кто Такие Я Наблюдал Вы Знаете Это Это Дух Такой Понимаете Вин Как Заходит У Камеру Все Эти Ворышки Они Все Подчиняются А Он Сразу Он Не Объявляет Что Он Вор Закон Сразу Они Чувствуют По Духу И Он Имеет Право Сегодня Тебе И Быть И Что Хочешь Делать Он Пользуется Всеми Блатно Вот Братья Знаете Те Которые Пережили Кто Уже Пиздейшие Вот Эти Вот Эти Годах Уже Нет А В Те Года Это Страшно Наши Друзья Наши Братья Терпели Еще Одних А Потом Еще Уполномоченные Натравляют И Вот Когда Я Пришел Из И Все Мы Пришли Из 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 Работы Усталые Я Вылез Наверх Прилипает Это Все Знаете Лопает Это Все Боли Кругом Только Я Прилег Немножечко А Этот Вур В Законе А Ну Ка Святоша Иди Сюда Там Написано Твоем Если Дар Тебе В Левую То Ты Поставишь Правую Ухо Но Надеюсь Что У Мне Только Два Удара Один Удар Будет По Тебе А Второй Удар По Крышке Это Знаешь Это Значит Все А У Вор Закон Почему Он В законе Он Если Сказал Слово Он Должен Исполнить Если Он Не Исполнить Значит Не Только В лагере А Кругом Будет Лагеря Знать Что Такой Сергей Вышел Из Вора И Закона Он Остался Вором И Вот Я Рассказываю Этому Брату Говорю Брат И Вот Я Ему Все Это Так Подробненько Рассказываю Как Вам И Когда Я Слазил Я Не Просил Чтобы Господь Меня Сохранил Я Не Просил Чтобы Господь Моя Там Семью Мою А Я Одно Единственное Попросил Господи Дай Мне Любить Вы Знаете Когда Вы Говорите На Иных Языках Вы Разом Своим Правда Так Точно У Меня Произвелось Я Не Знаю И Когда Я Сходил Из Нар То Как Будто Я Не Ишел А Я Наблюдал За Собой Как Я Иду И Когда Я Ишел К Нему Я Смотрел Ему Глаза С Любовью Говорю Брат Ваня У Меня Не Было И Искры Такое Что Если Ты У Меня Убьешь То Ты Будешь В Аду Если Я Помысел Об Этому Все Победа Не Была Но У Меня Должна Быть С Совершенная Любовь Дорогой Мой Брат Дорогая Сестра Сегодня Может Тебя Придется Может Тебя Сейчас Есть Такие Положения Это Это Как Настоящее Время Когда Я Подошел К Нему И Промолвил Ему Если Есть Зат Что Бери Я Смотрю Ему В глаза Он Опустил Глаза Книзу Когда Он Поднял Кулак А Потом Опустил И Кулак И Стал Подо А Я Смотрю На Него Это Не Я Это Любовь Божья Через Мои Глаза Смотрят Я В Ранах Я В Скорбе Я В Таком Переживании И Это Я Смотрю В Глаза Ему Он Постоял Минут Три Может Пять Не Знали И Я Перед Нем И Он Обернулся И Лег На Нары Я Иду На Свои Нары На Мне Смотрят Как На Победителя Но Это Не Я Победитель Это Не Я Дорогой Мой Брат Дорогая Сестра Дорогая Молодежь Может Придется Тебе Быть В Таком Положении Знай Что Ты Если Уклонишься Немножечко Не Будет Пребывать Сила Божия Поэтому Друзья Мои Братья И Сестры Это Мое Маленькое Такое Целый ряд Есть Но Я Хочу Еще Сказать Потому Что Уже Скоро У меня Записочка Сюда Брат Кончай Хватай Тебе А Я Попрошу Чтобы Еще Меня Выслушали За Тех Которые На Кафедре Не Проповедуют Громко Я Хочу Вам Сказать О Тех Которые Тихо И Молчно Сидят Там Сегодня Наши Жены Те Которые Перестрадали Не Меньше От Нас А Той И Больше Братья Я Думаю У нас Сегодня Очень Много Братья И У нас Такой Долго Там Уважая Друг Друга Мы Желаем Я Думаю Всех Человек Который Сидел 10 15 Лет Ну 15 Минут Все События И И Стория Невозможно Рассказать Вот Но Я Думаю Братцы И Сестры Нас Такой Долго Был 15 Ну Силу 20 Минут Так Что Просим Братья Уважать Для Нас Например Время Очень Быстро Идет Интересно Послушать Но Время Есть Время Пожалуйста Дорогие Дорогие Друзья Дорогие Братья Говорят И о коровах И о громе И о многом Чем Говорят Ну Знаете Мы На земле Вот Это Все Проходят И люди Мира Всего И Мы Из Страны ГУЛАГа Где Многомиллионный Люд Страдал И Интеллигенция И Врачи И Инженера И Педагоги Все Страдали Сегодня Он На высоте Завтра Он Уже Низко Где-то И далеко Сибирь И вот Слушая Братья Или так Помышляя Вот Я Взял В основу Такой Маленький Стив Из 13 Главы К Евреям И Иисус Христос Вчера Сегодня И Вовеки Тот же И вот Моя речь Будет Направлена Так В трех Векторах И Вот Три стрелочки Такие Взгляд Прошлое И Короткая Оценка Прошлого Взгляд На Настоящее И Оценка Настоящего И Взгляд В Будущее Почему? Потому Что На Прошлом Это Как Б Какой-то Фундамент Настоящая Это Жизнь Сегодняшний День А завтра Это Будущее Наше И Вот Взгляд В Прошлое Друзья Можно Ли Чтобы Эти Братьев Сегодня Нам Не Слушать И Они Чтобы И Не Сидели И Не Страдали Как Они Все Говорят О себе Можно Или Нет Наверное Нельзя Было Так Потому Что Мы Я Еще раз Повторяюсь Из Такой Страны Где Любили Сажать В Тюрмы И Лагерей Было Очень Много И Страдали Все И Православные И Католики И Лютеране И Баптисты И Пятидесятники Харизматы Не Страдали Их Тогда Не Было Друзья Но Можно Либо Пройти Как То Иначе Было Здесь Есть Один Брат Который Сидит И Когда В Молодости Своей Он Не Он Такой Как Я Он Сказал Что Я Одобряю Тот Путь Который Ты Прошел Я Немножко Не Так Был Научен И Я Прошел Иным Путем Друзья Ну Немножко Свидетельства Из Своей Жизни Вот Так Блеск И Нищета Высота И Низота Горы И Долины Которые Пришлось Прожить Сын Узника Адама Макаровича Второй Раз Он Сидел С Братом Петром И Звуком И еще Два Брата Нововы Верующих Он Был Как Паровоз В Судебном Деле Потому Что Он Второй Раз Сидел Что Мне Вспомнилась Собачка Маленькая Которая Была У Отца Боби Когда Отца Задирали Она Как-то Незаметно Пошла За Участковым Отца Привязали К телеге Он Шел И Собачка Где-то Бежала Ее Не стало Прошло Несколько Месяцев Нет Собачки Когда Мы Пришли На суд Собачка Стояла У Суда Какая Верная И Вот Когда Она Как-то Выбирала Такие Моменты Вот Там Где Выводили Вот Она Там И Вот Только Выводит И Прыг На Отца Конечно Милиционеры Забирали Не Поймите Друзья Что Я Собачке Речь Иду Но В это же Время Стояли Братья Некоторые Которые Должны Были Свидетельствовать Против Отца Что Так Нельзя Служить Бог Как Он Или Как Петр Нельзя От Духа Надо Отказаться Это Главная Была Тема От Духа Святого Надо Отказаться От Языков Надо Отказаться Ну Тогда Такое Время Было Вот И Некоторые Из Верующих Друзей Так Понимали Свидетельствовали Директора Школы Учителя Выходили О нас Детках Меня Все Время Выгоняли Потому Что Я Был Еще Малый Несовершеннолетний Но И Опять Как Тот Собачка Где-то Прятался И Снова Прошмыгал И Снова Судебном Зале Когда Судили Весь Зал Кричал Ну Не Весь Зал Потому Что Верующих Не Пускали Но Многие Кричали Мало Гадом Извините Это Я То Что Запомнил Мало Рукоприскали После Приговора Но Только Одно Недовольство Мало Мало Даль Мало Больше Надо На Следующий День Мы Все В сборе Это Была Зима Мать Стирала На Доске Стиральной Наклонившись Приходит Большая Комиссия Пыжиковых Шапках Пальто Обратились К матери А мать Стирает Я Помню Наблюдаю За матерью А мать Стирает Не Поднимает Головы Они Говорят Анна Прокопана Ты Хочешь Чтобы Твой Муж Был Дом Вот Это Так Кажет Загините Как Мышенята До Нас Как Мышенят Помните Вирш Тараса Шевченко Поставь Загин А хочешь Чтобы Отец Твой Был С Детьми И Муж Твой Есть Одно Условие Она Стирает Скажи Пойди Сейчас С нами И Скажи Макарович Откажись От Духа Святого От Бога Не Отказывайся От Духа Святого Откажись И Этих Восемь Лет Которые У него За плечами Все Будет Вычеркнуто И он С тобой На завтра Вернется Домой Она Продолжает Сират Подняла Голову И Сказала Как Вы Вошли Этими Дверями Так И Выходите Такого Мужа Я Не Имела И Не Знаю Который Отказался От Духа Святого И Не Хочу Иметь Мой Адам Мой Муж Он Крещенный Духом Святым Он Верит В Бога И И И Духа Святого В Своем Такого Я Хочу Иметь Такого Я Буду Иметь Они Посмотрели На Стойкость Развернулись И Ушли Братец Можно Либо Иначе Матери Моей Или Отцу Или Петью И Звуку Или Другому Можно Либо Иначе Я Думаю Нет Чтобы Оказаться Верным Богу И Иисусу Христу И Духу Святому Нельзя Было Иначе Я Перекидываюсь В Свой Возраст У меня Было Вот Я Школу Еще Не Окончил Когда Отец Еще Дед В пятом Классе Был Потом Я Окончаю Потом Проходит Третий Год Заключение Отца И Вдруг Среди Зимней Поры 31 30 Декабря Умирает Наша Мама 47 Год В жизни Ее 46 И там Немножко Больше Внезапно Умирает Мама Вы знаете Вот Даже Православная Вера Вот Какая Она Не Была Но Она Пошатнулась И Православные Приходили И говорили Бога Нет Нет Бога Наверное Коммунисты Правы Бога Нет Если Бог Был На Небе Он Был Не Забрал Эту Мать От Маленьких Детей В то Время Когда Отца Нет Бога Нет Учителя Торжествовали Опять Комиссия Большая Уже Все Расписано Один Туда Один Дет Явсли Один Дет Дом Такой Ту Город Другой Третий Город Но Бог Сохранил Бог Помог И Сохранились Дети Они Так Надмивались И Говорили А вот Теперь Мы Посмотрим Не Тесто Ле Это Дети Которого Можно Лепить Как Как Угодно Я Помню Приезжал Я ходил В школу И Приезжал Бобик Такая Машина Была И Я Только Я Смотрю Вот И Учусь Вроде Хорошо Но Постоянно Смотрю В окно Как Только Бобик Появляется Я Знал Что Это За мной И Я Я В поле Бежу А Там Такие Ямы Были Воронки От Бомб Или От Чего И Я В ту Яму Скокну Запрячусь Закрою Там Я Буду Там Все Мы Будем Христиане Нет Это Неправда Это Америка Твоя Родина Я Америке Тогда Не Помышляю Друзья Судили Дали Четыре Года Попал Везли Этапом Даже Сразу В тюрьме В одиночную Камеру Маленькая Одиночная Камера Очень Бояль Наверное От Того Что Какое Образование Имел Очень Бояль Объявили Что С таким То Нельзя Потом В лагере Сообщаться Беседовать Вот там В одиночной Камере Когда Вот так Меня Пихнули Я Вот попал Эта ночь Была Я Приклонил Колени Первый раз Я встретился С одиночной Камерой Тюремной Дверью Которая Так Закрылась Шумно Замки Такие Большие Я Встал На колени И стал Сильно Молиться Тогда Господь Сильно Посещал Меня Духом Святым А вот Слезы Лились Как горошек Когда я Долго Молился Потом Открылась Кормушечка И Могло 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 Но Милость Господа Была Я Нахожусь Опять В этой Одиночной Камере И 36 дней Лето Жаркое Весьма Было Это 72 Второй Молиться Молиться Как бы Искушать Господа И Так А Эта Луковичка Как-то В моем Уме В моих Глазах Вот Как бы Вот Кто Б Не Дал И В это Мгновение Открывается Кормушечка И Большая Луковичка Падает И Я Только Успел Ладонь Протянуть И Взять И Так Поднял Ее Заплакал И Сказал Господи Я Запомню Тот День Который Ты Кормил Меня Луковичкой Запомню Тот День И Возможно Когда-то В жизни Я буду Свидетельствовать Что Ты Был Со Мною И Слышал Не то Что Молитву О моей Сокровенные Мысли Я По сегодняшний День Не знаю Чья Это Рука Через Кого Бог Воспользовался Это Ангельская Рука Или Это Может Быть Кто-то Из Этих Которые Там Ходили По Коридору Но Я Получил От Господа А Прошло Еще Какое-то Время Я Попал В Лагерь И Вот Опять Так Одно Мгновение Мне говорят У тебя Личное Свидание Я Пошел На Личное Свидание Ну Удивительно Я знаю Ну Никого Из Родных Никто Не Должен Приехать И Когда Я Ну А Я Знал Дедушка Который Жил Возле Лагеря Вот Он Как-то Ходил Тянул Какую-то Жесть За собой Его Отгоняли Конвоиры Его Собаками Травили А он Все Говорит Заключил Ну Что Это Задет Что Это Задет Интересно И Вдруг С Этим Дедом У Меня Свидание Он Успел Уже Мне Передать Зубную Пасту Щеточку А Тогда Не Было Ничего Ни Мыла Не Было Ничего Вот Так Землей Вот Так Потрешь Руки После Мазуты И Вот Так И Ложишься Спать А Он Успел Как-то Передать А Это Жильчное Свидание Он Обнял Меня Прижал К своей Старческой Груди У него Глазки Такие Были Такие Верые Такие Интересные Он Еще Генералами Общался Советским В 20-х Годах Еще В 30-х Годах Я Упал Ему На Грудь И Говорю Дедушка Это За Много Я Недостоин Это За Много Он Отстранил Своей Рукой Меня Так И Строго Посмотрел Ты Что Внучок Я Получил Поручение От Духа Святого Еще Тебя Поминя Здесь Не Было За Несколько Месяцев Я Не Знал Но Духом Святым Было Сказано Вот Я Посылаю Сына Моего И Тебе Даю Попечение О Нем Заботься О Нем Как Как Ты Гришь Замного Мне Придется Отвечать Перед Богом Это Мое Поручение Я Понял Что Его Не Остановить А Как Он Добился Лично Святая Это Чудо Он Чужой Человек Совершенно Конечно Верующий По крови Из Христа Родной Но Чужой По плоти Добился Я Молился Я Требовал Это Мой Внучок Они Говорили Это Фамилия Другая Да Ты Здесь Замьешь А Он Кто Знает Куда Ну Что Фамилия Может быть Разная А Это Мой Сыночки Да Я С Генералами Общался Да Я Видел Как Они Падали На Колени Кто Вы Так Полковники Подполковники Да И Далее Друзья Мои Дратья И Сестры Господь Был С нами Господь Был Сиосифом Он Был Сидрахом Мисахом И Авдинадо Он Был С нами Можно Было Иначе Конечно В Какой То Мере Можно В 75 Году Нас Вызывали Там Было Еще Два Баптиста Вызывали И Говорят Примите Поздравления От английской Королевы Елисавета С праздником Пасхи Мы говорим А что это за королева А где открытка А это нельзя Но мы обязаны Вам передать Что она вас Поздравляет Я переношусь На два года Меньше Наверное Три года назад От сегодняшнего дня У нас было Такое Устничкое Собрание Ну Я был Как один из приглашенных И один из братьев Который Был приговорен К смертной казни Но внезапно Скоро вышел И говорит В 75 Году Я был В Америке Я ездил По Америке И мне сразу В голову А что ты был В 75 Он уже был Там При ЦК КПСС Там были При Министерстве А вот Был такой Культ Личности Да Он был Представитель Не ты ли Говорил В Америке Что узников В Советском Союзе Нет Почему Английская Королева В которой Я никогда Не общался Никогда Не знаю Не видел Не норовидеть Не буду Почему Она в 75 Поздравительную Открытку Может быть И подарок Мы не знаем А ты Ездил И говорил Что узников Нет Друзья Это к Сыду Нашему Я говорю Что был Иной путь Иной путь В прошлом И можно было Идти И жить По другому Но шли Вот так Избрали Такой путь Друзья И Знаем Что путь Который мы Прошли Он есть Верный И истинный Другого пути Не должно было быть Но это Прошлое Друзья Настоящее Вдруг мы Казались в Америке Живем За что Нас судили Друзья За Духа Святого За то Что не хотели Воевать Брать оружие Присягать На верность Советскому Союзу Не хотели Хотя могли Но не хотели Нам обещали Золотые горы Но мы Отвергали Друзья Ну вот вдруг Мы в Америке В свободной Стране И как же Мы будем жить Как мы Живем В настоящее Время Можно ли Служить В полиции Идти В органы Там Федеральной Разведки Проситься В армию Даже В Ирак Как вы думаете К сожалению Исповедуют Братья Такой путь Нас по русскому Радио Как-то говорил Один из Пресс-Виттеров Говорит Ну есть два пути Есть вот такие Христиане И есть такие Они не чут Один другой Они лучшие Те которые берут Дорожье Убивают Это все нормально Те которые не берут Молодые Их не делают Тоже нормально И вот слушайте Молодежь Была На конференции Где Там Предлагали Вступить В ассамблею НК Ну там Такая конституция Для русского Этого Дистрика И говорит Ну для вас Пославление Что Можно не служить Можно Как бы Воспользоваться Тем Что вы христиане Ну в принципе То Эта конституция Будет меняться И может быть На следующий год Уже отменят Эту статью Для вас Ну это Это на ваше усмотрение То есть даже Пастор не имеет Права и слова Сказать Это как юноша Хочет Ну ни в коем случае Подсказывать нельзя Друзья Это Настоящее И это Будущее Христос Нас не только Избавляет Знаете Когда у нас Недавно был Ниги Круз Было 7 тысяч Людей Там Бежали Бежали К нему Чтобы увидеть Такое чудо Бывший наркоман И вдруг Уже Исповедует Христа Прошло уже Много лет Но вот он там И то и другое Рассказывает Друзья И это хорошо Но те Которые Призваны Христом Избавлены От грехов Должны Точно Понять Уразуметь Путь Господа Иисуса Христа Я Ясно Путь Истина И жизнь Будем выбирать Или избирать Или думать Как мы будем Идти дальше Как мы будем Жить в этой стране Одно только я говорю Своему Радику Своему сыну Старшему Радик Не беспокойся Может быть Господь Скоро придет Он говорит Папа Вот внуки А что с внуками твоими А с правнуками А я говорю Знаешь Когда мне говорили Вот тогда Этот полковник Чертенков Который говорил Что я сгною тебя И ты будешь Последним Из христиан А я говорю Знаешь Знаете что И если Бог даст Мой Бог даст Мне выжить И даст Бог Какую-то христианку Жену Жену мне И я рожу детей Хотя бы одного сына То я постараюсь Чтоб я был Непоследний Чтоб мои дети Сшли Моими следами И я вам обещаю Говорю Если Бог сохранит Хоть одну христианку На земле То у меня будут Детки Которые будут Служить Богу И я не последний Я помру Но дети Мне останутся На земле Дорогие друзья Благословит нас Вечный Бог Правильно Понимать Я никого не критикую Не хочу Никого Я всех люблю В нашей церкви Всех принимаю И тех Которые искренне говорят И может быть Притворяются Знаете На тебе брат Ну пен Хорошие песни А когда покупать А тебе брат Какую Там диск Старые Или новые А он говорит Брат Говорит Ну конечно Новые Да да Новые Так как Включил Говорит Так сразу Через окошко Выбросил Прости меня Полиция Да это же Говорит Не псалмы Это что-то Другое Друзья Дорогие Как мы будем Жить дальше Пусть Бог Благословит нас Сохранить Себя В любви Перед Богом Наш Последнее Апостол Павел Говорит К Ефесянам Четвертая Глава Первый Итак Я узник Господи Умоляю вас Поступать Достойно Звания Которые Вы Призваны Братья и сестры Это Узник Павел С какой-то Сырой Или сухой Темничной Камерой Пишет Свободным Ефесянам Я узнику Господи Умоляю вас Поступать Достойно Звания Призвания Которые Вы Призваны Глава Свет На всех Господь Мы все Нуждаемся В Господе Страна Америка Большая Страна Разнообразная Страна Политкорректность Здесь уже Набирает силы Не меньше Чем в Европе Друзья Вот ты Имей Бога В разуме Но на устах Нет Пасху Пасху Тоже Когда-то Запретят Может праздновать Рождество Праздновать Запретят Нет Не запретят Пасторам Одеваться Деда Мороза А деканам Или деканисам В Снегурочку К сожалению Не запретят Что делается На Новый Год В Церкви Господней Так называемой Вдруг Пастор стал Дедом Морозом И Олка стоит И он кружится И подарки раздает За такое братья Раньше бы отлучали И сами бы Шли на смерть Если бы их принуждали А сегодня мы Добровольно Сдаем свои позиции Да сохранит Нас Господь И так Павел умоляет Поступать достойно Звание избрания Которое мы признали Давайте мы встанем Помолимся Чтобы нам так поступать Аллилуйя 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 Гелый Гелый Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»